Daily Hardcore представляет У кого-то что-то не шло С этими настройками идет абсолютно все Вы сможете в свои старые игры Либо с образов От PlayStation 1 Либо с дисков поиграть спокойно Эти диски и все остальное Также данный эмулятор Можно спокойно запустить на Linux Версия правда для Windows Но если вы хотите Вы можете скачать отдельную версию В интернете Просто набрав в Яндекс или Гугл Поиски эмулятора DuckStation В одной из первых ссылок она будет Я пользуюсь старой версией эмулятора Сейчас мне опять кто-нибудь Сделает замечание в комментариях Что новые настройки не канают Для старой версии эмулятора Зачем? Потому что в новой версии эмулятора Исправляют баги и так далее Нет ребят одни баги они исправляют Другие они плодят еще больше Если например вы хотите загрузить Кастомные текстуры Воспользоваться некоторыми читами Воспользоваться некоторыми возможностями эмулятора Вы не сможете этого сделать на новой версии Да там более тонкая настройка графики Но она во первых пойдет не у всех Даже на Windows 10 Да потому что многие вообще сидят с калькулятора Я знаю что многие сидят с Celeron Я знаю что многие сидят там с двух ядерных компьютеров Кто-то сидит с i3 и пытается запустить на нем Resident Evil 4 Remake Я не знаю зачем Ребята но вот эмулятор вас я надеюсь займет надолго Я оставлю свою версию эмулятора на Boosty Ссылки в описании Там подписаться можно И соответственно получить мою версию эмулятора С настройками Со всеми биосами Со всем 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 Вот Что надо делать Во первых Любой версии эмулятора Dockstation Есть кнопка настройки Можно выбрать настройки здесь Выбрать основные настройки Все по всем по всем вкладкам Мы сейчас пройдемся Главное выбрать сначала основные настройки Делайте как у меня И перед вам счастью У вас будут идти даже игры которые вырубают Допустим Sound Hill Он может вырубать в балканской церкви И просто будет черный экран Некоторые гонки По типу Crash Team Racing Там могут просто у вас пропадать модели Зависать некоторые уровни Но здесь этого не происходит Потому что Застройки универсальны Также хочу сразу сказать Если у вас до сих пор Windows XP Или Windows 7 Поддержка которых прекращена И антивирусы на которых не работают На которых залазят любые вирусы С любых ссылок Даже из соцсетей Каких-то битых файлов И прочее Прочее Ребята Выкиньте свой компьютер Потому что Этот Такстейшн Он идет только на Windows 10 И я думаю что все разумные люди Уже перешли на Windows 10 Давайте не будем заниматься глупостью И говорить что у меня Windows 7 У меня этот эмулятор не пойдет Просто выкиньте Windows 7 Установите нормальный Windows На свой компьютер Поверьте 10 Лицензионный Он и не пропускает вирусы Большинство вирусов Там 95% Вирусов он не пропустит И По сути Вам не нужно будет загружать его Дополнительными утилитами Устанавливать старые эмуляторы Подгонять их под свой компьютер Здесь универсальная настройка Установили 10 Windows Скачали мой Deckstation Запустили игры Наслаждайтесь старыми играми Даже если у вас калькулятор Настройки Здесь общие настройки Пауза при запуске Это нам не нужно Пауза при потере фокуса Тоже нам не нужно Подтверждать включение питания Да Сохранить состояние при выходе Да Это помогает сохранить вам игру Если вы закрыли эмулятор Срочно там не знаю Вошла жена Бабушка Мама И вам надо В той же игре Вернуться С этого момента Прохождения Сохранить состояние при выходе За это ставим галочку Запускать в полноэкранном режиме Сильно не советую Если у вас тем более Слабый компьютер То не стоит Если у вас компьютер Как у меня Самолет Поинг Пушка Петарда То пожалуйста В полноэкранном режиме Можно спокойно играть Только Вам придется Либо Escape нажимать Либо F11 Для того чтобы выйти Скрыть курсор В полноэкранном режиме Это тоже обязательно Запретить Заставку Предотвращает Активацию заставки И спящий режим Коста Во время эмуляции Я думаю Что все таки Это стоит Поставить Потому что Будет как бы Заставка светится Если у вас Спящий режим Компьютера Это Ну Это опциональная штука Рекомендованное Значение выбрано Можете Его поставить Но опять же Она особо Ни на что не влияет Рендеринг Главное окно Это тоже обязательно Загрузить устройство Из сохраненного состояния Можно не ставить Далее Применить игровые настройки Обязательно Будут применяться настройки Для каждой игры А несовместимые улучшения Будут отключены Будут у вас Настройки применяться Для каждой игры Это важно Автоматически Загружать читы Эту галочку Можно убрать Если вы не играете Читами Если играете с читами Я позже покажу Как ими пользоваться Включить присутствие В дискорд Я думаю нет Потому что в дискорде Будет просто Светиться Что вы играете В дакстейшн Или в какой-то Грундук стейшн Это для тех Кто хочет похвастаться Ачивками Я не вижу Тоже смысла Крышок контроллера У меня Икс инпут Если это Иксбоксовский геймпад Многие мне пишут У меня Не идет Геймпад Вообще Не работает На твоем Дакстейшн Не купил Какой-то геймпад Геймпад Качественный Не подделка С алиэкспресса Купил С яндекс маркета Хотя Фотка Как будто с алиэкспресса Просто ему перепродали На Вайлдберрис На Озоне Что Закупили с Таобао Да Или с алиэкспресса Но чел в этом не шарит Не понимает Что ему перепродали Китайскую подделку Да Что делается в Китае Поэтому ребята Те у кого возникают проблемы С вашим геймпадом Вот сюда нажимаете И пробуете Движок контроллера SDL D-input X-input И переключаете Пока У вас не заработает геймпад Не надо Писать в чат Что у вас геймпад не работает Вот здесь Прямо на главной странице Ищем сами На каком у вас не заработает геймпад Если он у вас не заработал Значит у вас геймпад Не будет поддерживать Большинство эмуляторов игр Просто выкиньте Этот геймпад в окно И купите себе нормальный Не покупайте геймпад За 400 рублей Канал обновления Ревью Обязательно Текущая версия Это версия эмулятора Включите автоматическую проверку обновлений Это только если вы собираетесь обновлять эмулятор Если вы собираетесь обновлять И не хотите загружать кастомные текстуры То такое кастомные текстуры Это делается в улучшениях Покажу сразу Даже не в улучшения А переходим в дополнительные И здесь все очень просто Есть специальные галочки Которые помогают вам загружать дополнительные опции в эмулятор Что это означает? Помогает отображать FPS лимит Режим контроллера для PS4 и PS5 То есть подсоединять контроллеры PS4 и PS5 к компьютеру Но только если у вас специальная утиль То нужно показывать настройки улучшений И так далее То есть это дает вообще все Для ваших улучшений Крики, хаки Это то, что ломает саму структуру движка Саму структуру эмулятора Это сделано для людей Которые хотят наворочить графику в старых играх Либо наоборот Сделать там супер быструю обработку Сделать быстрый доступ к перекомпилятору К памяти Ну это для людей Которые шарят Скажем так В текстурах Шарят в движках И хотят сделать супер крутой эмулятор себе При этом супер крутые игры Я единственное, что оставил В улучшениях Это Включить запись замены текстур VRAM Предварительная загрузка замены текстур Обязательно Дампинг VRAM в write alpha channel И поставил себе Разрешить загрузку без файла SBI Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы вы могли Загружать кастомные текстуры Скажем для старых игр Таких как Resident Evil 3 Таких как Parasitive 2 Где минимум 3D объектов Где все в основном на 2D задниках Есть какие-то полигоны Которых касается персонаж Но при этом у вас Становится намного более крутая детализация Все работает здесь хорошо Если вы поставили вот эти 4 галочки В принципе их можно не отменять Почему я не советую скачивать Или обновлять Как я уже говорил Оставить Оставить включенном Автоматическую проверку обновлений Потому что у вас тогда не будет возможности Загрузить текстуры Да, вы поставите эти галочки Но новые текстуры у вас загружаться не будут Потому что они сделаны Либо для старых версий Либо старой версии эмулятора Либо есть Ну, отсутствие возможности Менять движок Да, у новых версий эмулятора То есть у них меняются Здесь галочки Меняются опции Меняются, скажем так Технологии С помощью которых Дорабатываются игры И дорабатывается сам движок эмулятора Поэтому я советую оставить Мою версию 1.49.18 В принципе Девелоперская Вот И здесь можно загружать Кастомные текстуры Также все необходимые галочки Тоже для улучшения Здесь есть Но это для тех Кто совсем Весит в дебри Поэтому Я вам просто советую Отключить автоматическую проверку обновлений И пользоваться этим эмулятором Тем более он Стабильный Как калькулятор У вас будет на нем все идти Даже если у вас очень плохой кок Далее Биус Биусы все здесь у меня Выбраны правильно То есть Если вы скачали Мою версию эмулятора У вас Тут эти биусы Поэтому Ребят Пользуемся на здоровье Если вы не хотите качать Мою версию эмулятора С бустит То Чем биусы И версию Подходящего для себя Самостоятельно Консоль Автоопределение Регион Просто ставим Автоопределение Потому что В любом случае Вы будете разные игры запускать И ПАЛ версии И НТС версии И в том числе Европа Австралия США Канада Япония Разные разные версии Для разных консолей Поэтому Автоопределение Всегда Здесь не ставим галочку Вот Перекомпилятор Самый быстрый И оставляем здесь 100% Всегда То есть Максимальный разгон У вас просто не будет увеличиваться Вы можете Эмулировать Специальный процессор Для запуска игр Но это здесь не нужно За вас все делает эмулятор Поэтому Перекомпилятор Самый быстрый Ставим 100% Для тех кто шарит Можно поиграться С этой Настройкой Но я вам Настоятельно Не советую Асинхронное опережение 8 секторов Это Стандартное Асинхронное опережение Эмуляция CD-ROM Для чего Это если у вас есть CD-ROM Либо если у вас есть Как у меня Скажем Не встроенный CD-ROM Да А который подключается Через USB Вы можете его подключить Ставить свои старые диски Из PlayStation И попробовать загрузить С помощью CD-ROM Все Ускорение чтения Двухстороннее Это если Двухсторонний диск Пожалуйста И у вас Дивидюшник Или там сидюшник Читает двухсторонние диски Но это надо понимать Какой у вас CD-DVD привод Поэтому Некоторые люди В этом тоже не шарят Поэтому нет И нет И тоже Предварительно Образ Из-за загружать Не нужно Включать проверку Региона Тоже не нужно Применение Патчей для образов Ну Это если вы хотите Допустим Чтобы у вас Все стабильно шло С CD-ROM А то можно Все эти галочки Мультитаб Здесь отключен Эмуляция Скорость эмуляции Обязательно Сто процентов Больше Ставить не нужно Если вы даже Видите Что допустим Такая игра Как Саундхилл Тормозит у вас Ее не нужно Стимулировать Быстрее Потому что Враги будут Двигаться все равно Быстрее чем герой И просто у вас Игра превратится в ад Вы не сможете Пройти там Самые первые локации Потому что Вы будете Постоянно получать Удары От противников Быстрее чем Вы ударите их Или там Быстрее чем Вы достанете Какое нибудь оружие Это делать не нужно Перемотка вперед Это для тех Кто хочет Перематывать вперед Ускорение Для тех Кто хочет Нажимать клавишу ТАП на клавиатуре По умолчанию И ускорять эмулятор Запомните Если у вас Ускорился эмулятор И вы не знаете Что с этим делать Вы наверняка Случайно нажали ТАП Я здесь ставлю Неограниченно Неограниченно Можно поставить 100 И в принципе Об этом забыть Я ставлю Неограниченно Итак Есть перемотка Назад Что такое Перемотка Назад Перемотка Назад Для таких Ламеров Как я Это если вы Не умеете Играть И хотите Какое-то действие Какое-то действие В игре Взять И отменить Допустим Вот вы играете 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 Вас убивают И вы хотите Отмотать Насколько-то Секунд Назад Я поставил Себе 20 секунд По умолчанию Здесь стоит 10 Поставьте 20-30 секунд Это полминуты Дать себе Выигрыша Если вас там Убили У вас Последняя аптечка Вы хотите Все-таки Добить Босса Вы ставите Частота Сохранения Перемотки Назад 30 секунд 10 кадров Опережение Отключено Обязательно Она у вас Здесь Рассчитывает Сколько вам Нужно Оперативной Памяти И Видеопамяти Видеорем Соответственно Если у вас Просто Очень Плохая Видеокарта И Мало Оперативки То Это у вас Работать не будет Но Если у вас Такой средненький Комп Даже не прям Суперхороший Не самолет А средненький Комп Ставьте Смело Здесь 30 секунд Все Он будет Это все В память Загружать Пока вы будете Проходить Игру Он будет Степенно В памяти Оставлять Определенный Дамп Чтобы При нажатии Это у меня Клавиша Плюс Сейчас покажу Как ставить Клавиши Клавиша Плюс Вы откатывались На 30 секунд Назад Это для тех Кто не хочет Постоянно Согружаться Сохраняться Перепроходить Игру С одного И того же Места И так далее Это вот Для тех людей Кто хочет просто быстро пройти игру Посмотреть Что там Впереди Е Я убил босса Получить удовольствие Дофамин Тертонин Попить Гатчадом И быть Крутым Побеждатором Игр Сони Плейстейшн Ставьте себе 30 секунд И Прекрасно себя чувствуете Список игр Здесь Мы просто Добавляем Папку И Выбираем Папку Пакстейшн Это у меня Папка Изо Я туда все игры кидаю В принципе Либо папка Downloads У меня на компе есть Я не буду вам показывать Что у меня там есть Поэтому Выбираем себе Папку Куда загружаем образы Либо где у нас Хранятся образы Со старых дисков И все И у нас будут появляться Вот в этом каталоге Все ваши игры У меня здесь Не все папки выбраны Как я уже говорил Поэтому игр Отображается мало А так я загружаю Через Запустить образ Любой образ Здесь можно даже Ничего не выбирать Просто нажимать Всегда вот эту вот Клавишу Слева вверху Вот так будет удобнее У вас сразу Библиотека игр Вы по ней Как в стиме Нажали два раза Все Игра запустилась Итак Горячие клавиши Здесь Очень важная штука Например Если вы хотите Перемотку в перевод Вот как я говорил Да Это клавиша Тап Ничего Вот здесь не меняйте Ребята Пожалуйста Ничего не меняйте Сохранить снимок экрана Переключить паузу На space Нажимать Ставить на паузу Игру Выключить питание Системы Это escape Если вы хотите Выключить игру Резко Система Перемотка назад Вот как раз таки Шаг кадра Поменять слоты Карты памяти Сменить Сбросить систему Хотя мне советую Здесь что-то ставить Иначе вы Просто потык Клавиатуре Сделайте такие Настройки эмулятора Которые вы Не в силах Будете даже сами понять Поэтому я ставлю Только перемотка назад Которая Стакается Используется Вот с этой функцией Перемотка назад Опережение Это для того Чтобы вы Каждый раз Одной клавишей Отматывали себя На 30 секунд назад И вам не приходилось Постоянно загружаться Сохраняться в эмуляторе Или загружаться Сохраняться в игре Это очень удобная фишка Если вы хотите Не тратить время Все Ставим Если я поставил На нам Под плюс Поставить себе На любую другую клавишу Которую вы Не трогаете На клавиатуре Постоянно назад И откатываться Сохранить И прекрасно Пользоваться этим Далее графика Перезагрузить Шейдеры Постобработки Перезагрузить Замен Замен Текстур Вставим В 5 В 6 Масштаб Разрешения Тоже можно Сделать Дополнительные клавиши Тоже куда-нибудь На плюс Минус Чтобы увеличивать Себе разрешение Уменьшать разрешение Увеличивать разрешение Уменьшать разрешение Сохранение Сохранение Состояние Загрузка Выбранного Слота Сохранение Выбранный Слот Выбрать Предыдущий Слот Это все Для того Чтобы Автоматически Быстро Сохраняться Загружаться Можете Пользоваться Этими Клавишами Может быть Вам Перемотка И не понадобится Если у вас Калькулятор Тем более Перемотку Я не советую Включать Потому что у вас Слабый Комп Пользуйтесь Вот этими Клавишами Для быстрого Сохранения Загрузки С эмулятора Дошли Перед боссом Нажали F2 Потом Нажали F3 Для того Чтобы выбрать Следующий Слот Если у вас Босс Купил Опять F3 Нажали Чтобы Переместиться На предыдущий Слот И нажали F1 Для того Чтобы Загрузиться Все Запоминайте Эти клавиши Либо Запишите Себе На бумажке Чтобы Быстро Сохраняться Можно Пользоваться Полноэкранный Режим Я Специально Посоветовал Вам не Ставить Далее Контроллеры Здесь Выбираем Ваш Контроллер Там Как Ганкон Мыш Плейстейшн Аналоговый Джойстик Цифровой Контроллер Дуал Шок И Обязательно Смотрим Какой у вас Движок Контроллера D-Input Это Для Падов Плейстейшн Fix Input Для Падов С Иксбокса SDL Всех Сторонних И так далее То есть Смотрим Сначала Здесь Если у вас Начинают Работать Клавиши На геймпаде С каким-то Из этих Настроек Перемещаемся Вот сюда В контроллеры Настраиваем Здесь контроллер Я это Показывать Не буду Просто Нажимаем На Кнопку И нажимаем Что у вас Будет Вместо Клавиши Вверх Потом Нажимаем На следующую Клопку Вместо Клавиши Вниз И так далее Все Далее Сохраняем Профиль Нажимаем И Сохраняем Его в файл Все Карты памяти Здесь Отдельная Карта Для каждой Игры Ставим По названию Игры И отдельная Карта Для каждой Игры 2 Это позволяет Вам размножать Неограниченно Карты памяти И при этом Для каждой Игры У вас будет Отдельная Карта памяти Допустим Если вы Сохранились В сайлент хилле И включили Потом Какую Нить Касальванию Да Или Включили Там Какого Нем Геркулеса То Вам Не придется Перезаписывать Сохранение Сайлент хилла А у вас Будет Новая Карта памяти Для Каждой Игры Для Каждой Новой Игры Это Неограниченное Количество Сохранений Каталог Карт памяти Не меняем Мем Карт Если вы Поменяете Папку Ничего Из этого Работ Используйте Это оставляем При использовании Многодискового Формата Она будет Использовать Одну Карту То есть Допустим Если у вас Игра X-Files Есть Которая Хранится На 4 Дисках Да Он Загружает Сохраняет Файлы Постепенно Для Одной Игры Не для Каждого Диска Отдельно А для Одной Игры Это нужно Для того Чтобы вы Последовательно Проходили Игру Обязательно Ставим Эту Галочку Иначе Так же Отображение У меня здесь Все просто Вот здесь Очень важные Настройки Почему важные Настройки Помните Я вам обещал Чтобы у вас Каждая игра Шла на вашем Культиве Все Мы перешли Самым главным Настройкам Где От этого Зависит Как у вас Будет идти Соответственно Каждая игра Полноэкранный Режим 1920 на 1080 Ставим 60 герц Думаю Вряд ли У вас Столько Старый Монитор Что И поддерживает 60 герц Ставим Вот здесь Полноэкранный Режим 1920 на 1080 Если у вас 2к монитор И там 4к монитор Сами ищем Настройки Вот здесь Ребят Сами себе Выставляем Вы явно Опыт Пользуете Далее Nvidia GeForce RTX 4070 Это моя Видеокарта Здесь Ничего Не меняем Если Вы Заметьте На по умолчанию Либо Майкрософт Бэйзик Рендер Драйвер У вас Могут быть Глюги Баки Баги Вылет И так далее Поставляем Здесь Вашу Видеокарту Должны Знать Какая У вас Видеокарта Поставляем Вашу Видеокарту И Забываем Просто Об Далее Рендер Аппаратный Я Рекомендую Ставить Только D3D12 Или D3D11 Это DirectX 3D11 DirectX 3D12 Они Сейчас Есть У всех Это Поддерживает 10 и 11 Windows Пожалуйста Я Ставил 12 Есть Поддержка 12 Можно Ставить Аппаратный OpenGL Для тех У кого Совсем Слабый Компьютер Можно Ставить OpenGL И Для таких Игр Как X-Files То есть Для Novell Где Ты Выбираешь Вариант Ответа Лучше Ставить OpenGL Просто Ставьте OpenGL Или Программный Погнали Это Именно Для Novell Для Таких Как Тунстрак X-Files И так Далее Игр Где Путешествует Герой На 2D Фоне Это Какой Выигрываются Ролики Motion Видео Скажем И короткие Ролики Где тебе Отмечают Смешные Фразы Персонажи Если Что-то Неправильно Выбрал Что-то Неправильно Применил Это Для Квестов Вот OpenGL И Программный Вот Эти Это Для Всех Остальных Игр Для 3D Для Resident Sound Hill Для Гоночек И так Далее Именно Эти Вулкан Не стоит Ставить Вообще Потому Что Скажем Так С Очень Нагруженным Движком Если Допустим Там Очень Много 3D Объектов Как Sound Hill Или Как Crash Team Racing У вас Могут Происходить Баги Даже На Самой Крутой Видеокарте Ставим Вулкан На Свой Страх И Риск Если Вы Хотите Супер Крутую Графику Честно Скажу У Меня Зрение Нормальное То есть Минус 0.5 Вот У меня Нет Там Ни Стигматизма Ничего И Разницу Между 3D 12 И Вулкан Я Не Особо Закрываю Вулкан Ставится Только Тогда Когда Вы Хотите Какие-то Супер Крутые Текстуры Или Модели Загрузить Когда Да Разбираетесь Жел У меня 3D 12 Стоит По Умолчанию Для Квестов OpenGL Соотношение Сторон Авто Соответствует Окно Если У вас Окно 16 на 9 Будет Соответствовать Окно У вас Окно 20 на 9 Будет Соответствовать Окно Если У вас 4 на 3 Квадратный Монитор Будет Соответствовать Окно Так что Ставим Авто Соответствует Окно Режим Обрезки С границы Ресемплинг Квадрат Всегда Квадрат Неадаптивный Адаптивный Будет Более Сглаженный Но Всегда Квадрат Вы Избежите Огромного Количества Пагов Опять же С играми Где Не Подразумеваются Обтекаемые 3D модели Целочисленное Мишлоббирование Не ставим Растянуть Для заполнения Ставим Если вы хотите Широкоэкранный Формат Даже Какой-нибудь Резидент Пивали Чтобы он у вас Не был Квадратик С Полсами А растянуть Для заполнения Делает его Широкоэкраном Линейное Масштабирование Тоже Обязательно Это Фильтрация Текстур Которая Помогает вам Более плавно Вашему глазу Воспринимать Игру Показать OSD сообщения Это не нужно Частоту кадров Тоже не нужно Скорость Стимуляции Тоже не нужно Это лишние сообщения Лишний Информационный Мусор Который будет вам Мешать играть И будет Сделать вашу игру Неинтересной Она будет не как На телеке В старые добрые времена С геймпада А с какими-то надписями Там Сколько у вас ФПС Каких ФПС У вас падает И так далее Это ничего Поверьте Эта информация Ничего вам не даст Даже если у вас Эмулятор будет тормозить Это будет зависеть Либо от игры Либо от того Что вы Какие-то галочки Здесь неправильно указали Ставим только Вертикальную синхронизацию И все Потоковая презентация Многопоточный рендер Они остаются Синхронизация С чистотой Обновления хоста Использовать Блиц в апчейн Оптимальная частота кадров Не ставим Ребята Потому что Это ломает Некоторые игры И Тоже они могут У вас не запускаться Либо вырубать Там в самом конце Либо вырубать На определенном уровне Просто будет Либо черный экран Либо зависание Улучшение Это вот как раз таки Для тех У кого мощные компы Но Я советую Тем у кого Плохие компы Покопаться здесь Масштаб внутреннего Разрешения 6х У меня стоит 2к разрешение Я вам советую Поставить Либо 720p Либо 1080p 720p Пойдет Практически На всех компах 1080p Пойдет На средних компах 2к И более Дальше 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 Это уже В космосу То есть это Количество Ваших Пикселей В эмуляции То есть у вас Картинка Нативно Расширяется Она добавляет Пиксель И еще пиксель У вас становится Более плавная Картинка Более детализированная Становится Большее количество Скажем Оттенков Скажем Даже не цветов Цветов то будет Одинаковое количество Всегда Вы будете просто Видеть что Как то Сочнее стало На персонажах Одежда Сочнее стал Там выглядеть Прицел Там в шутерах И так далее Просто Количество пикселей Увеличено Фильтрация текстур Я ставлю ОБР Это самая крутая Для средних компов Ставьте Белинейно Не Не прогадаете Не ставьте Ближайший сосед Ставьте Джинг 2 Джинг 2 В принципе Ничего особенного Не меняет Если уж хотите Чтобы у вас Ничего не тормозило Ставьте Бель Рендеринг True Carl True Color Господи Я уже заикаться Начал True Color 24 битный Отключает Дизеринг Обязательно ставим Дизеринг Это Скажем так Мерцание моделей Мерцание текстурм Моделей Дизеринг Вот Какие то Зависания Небольшие Ставим True Color Рендеринг Только форматный Хак Отрисовка 3D В соответствии Сторон дисплея Только форматным Хаком У вас Не будет работать Soundhill Дальше Церкви Вы не пройдете Поэтому На свой страх И риск В большинстве Игр Вот эта штука Не работает Даже В новых версиях Эмулятора Ребята Поверьте мне Как бы Игры то все равно Старые Как бы ты не улучшай Версию эмулятора Эти новые штуки Приблуды не будут Работать в старых играх Обратные чтения Программного рендера Выполняется параллельно Для передачи VRAM То есть это перегрузка С видеопамяти На процессор Если у вас серверный процессор Слабая Видеокарта Можно Ставить Тоже Ничего особенного Отключая Чересстрочную Развертку Принудительный Прогрессивный Рендеринг Скан Это убираем Обязательно Принудительная Синхронизация Даже не спрашивайте Почему Просто убираем Это улучшает Рендеринг Ухраняет Эффекты Ребенки Но при этом Обычно Безопасно Для включения Некоторые игры У вас тоже не будут Принудительная Синхронизация НТС Где 60 Гц Напал Абсолютно Любую игру Можно подтянуть 60 Гц Это доказано Поэтому Ставим Принудительную Синхронизацию От этого Ни скорость игры Не меняется Не меняется Нагрузка На процессор Не на видеокарту Просто Если у вас Вы хотите Более плавную картинку Ставим Эту галочку Ухлаждаемся Нагрузительно 4х3 Для 24-битного Отображения Сглаживание Цветности Это Делается Только для Того Чтобы у вас Отображались Корректно Скажем так Ролики Ролики Как раз таки В тестах Но Да И без этой галочки В них играл И играл Спокойно Абсолютно Просто В отображении Ставил OpenGL Или программный Вот здесь Не ставил Эту галочку Поэтому она Вообще Не нужна Сглаживание Цветности Для 24-битного Отображения Уменьшения Блочности Цвета FMB Ну Сглаживание Цветности Просто Дает Действительно Более плавные Оттенки Без Увеличения Разрешения Далее Конвейер Преобразования Точной Геометрии Коррекция Геометрии Коррекция Выбор Ковки Коррекция Текстур Ставим С этим Идет Все У вас Будет Приятная Интересная Приятная Интересная Карта Остальные Три Вообще Не ставим И Когда Просто Не нажимаем Их Потому что Даже В каких Играх Нетребовательных Как Празитив Либо Резидент У вас Могут Случаться Баги Пост Обработка Я себе Включил Dolphin FX Blue Это Пост Обработка Для того Чтобы У вас Скажем Так Более Мыльная Картинка Была Те Кто Любит Современные Консоли PS5 PS4 Xbox Series X Да Это Можно Поставить Эффекты Которые Установлены В эмуляторе Новых Версий Их Еще Больше И Для Тех У кого Слабый Компьютер Вообще Можно Не Включать Выключить Пост Обработку И Все Я себе Добавил Dolphin FX Blue Для Того Чтобы Попробовать Вот мы С вами Сейчас Запустим Игру И Попробуем Dolphin FX Blue Посмотрим Как он Просто Выглядит В самом Конце Так Обычно Обработка Она Не Нужна Для Тех Кто Хочет Еще Накатить Эффектов Сверху Мало Того Что Загрузить Текстуры Через Папку Да Игру Мало Того Что Поставить Высокое Разрешение И Цветность Хорошую И Плавную Картинку Да На Высокую Герцовость Да Для Того Чтобы У вас Было Допустим Не 30 Фпс Как Было 25 Фпс Даже Да В Стандартном Престейшен А Было 60 Фпр Очень Плавная Картинка И на Скорость Реакции Это Не Влияло Так Еще И Сверху Эффектов Накатить Это Реально Для Тех Людей Кто Как Я Угорает По График Даже В Старых Играх Звук Здесь Ничего Не Меняем Хибет Формат Нужен Для Большинства Игр Поэтому Оставляем Хибет Просто Размер Буфера Тоже Не Меняем Ребята Потому Что Кадр Там На самом Деле 46 И 44 Миллисекунд Совсем Минимальная Задержка Звука Если Вы Поставите Выше У вас Просто Звук Будет Оставать Все Конхронизировать С выходом Перед Дискредитация Обязательно Оставляем Чтобы Все Опять Не Отставало Громкость Звука 100 Громкость Перемотки Вперед Если Вы Зажимаете Тап И У вас Начинает Звук Вот Быстро Перематываться Можно Это Вообще Убрать На самом деле Если Хотите Если Вы Будете Перемоткой Вперед Часто Пользоваться Пропускать Какие Диалоги Пропускать Действия Если Вы Любите Играть Финалку Восьмую Седьмую Это Подойдет Если Нет То Не Надо Просто Не Трогайте Параметры Представляете Так В любом Случае Вы Подкорректировать Может В Компьютере Звук Поэтому Вам Достижения Как Включить Достижения Нажимаем Включить Достижения Включить Ричи Присенс Использовать Первый Диск Бейлиста Но Это Необязательно Проверка Неофициальных Достижений Обязательно Это Включаем Хардкорный Режим И Тестовый Режим Для Тех Не Любит Сохраняться Через Загрузку Сохранения Не Любит Использовать Читы Я Поэтому Для тех Любит Драчивать Ачифки Нажимаем Просмотр Профиля И Нас Переносят На Сайт Ретро Ачифмент У Меня Здесь Ничего Нет Потому Что Здесь Нужны Специальные Версии Игр Допустим Американская Версия Resident Evil 3 И Вы По Всему Интернету Ищите Американский Образ Для Того Чтобы Здесь Выбить Ачифки Ачифменты Которые Созданы Для Игр Допустим Resident Evil Gamecube Playstation Dreamcast Это Для Тех Кто Может Включить Точнее Для тех Эмуляторов Которых Которых Можно Включить Функцию Запоминания Ачифментов То есть Они Запоминают Определенным Образом Прогресс И отправляют Этот Прогресс На Этот Сайт Это Для Тех Кто Хочет Выдрачивать Ачивки И Показывать Всем Смотрите Какой Я крутой Вот Ачивменты Я Неживой Поговорить С Чуваком В Контейнере Так С С Найти Шотган И так Далее Ну то есть Здесь Ачивки Как раз Таки А в Контейнере Понятно С Короче Анас Дарю Россо Разговаривал Дойти Контейнеру Поговорить Ну здесь Даже Изображение Ачивментов Когда вы Находите Там Скрепку Находите Кабель Видите Карлоса Который Орет Скам И так Далее То есть Здесь По ходу Прохождения Resident Evil 3 Немезис Вы Выбиваете Ачивки Выбили Все Молодцы Great Hunter А Hard Attack Ага Пройти Менее Выбить Более Пяти Минут Наемниках В третьем Резиденте Для тех Кто Любит Как раз Грил Дрочить Ачивки Если У вас Есть Resident Evil Nemesis Так Какая версия Для PlayStation Я так понимаю Что Американка Стандартная А скорее Всего Американка Стандартная И вот Здесь Берете Эмулятор Эмулируете Resident Evil 3 Американский Образ Включаете Достижения Заходите В свой Профиль Вот сюда Либо Зарегистрироваться Либо Войти Зарегистрироваться Либо Войти Сиган Ин Сиган Ап Зарегистрироваться Потом Нажимаете Войти Все У вас Синхронизация С сайтом Заработала И Проходите Resident Evil И смотрите На свой Прогресс Можно Скачать Пожалуйста Можно Скачать Эмуляторы Вот здесь На этом Сайте Ссылку Я также Оставлю В описании Дауно Все Качаем На любую Платформу Проходит С Своего Телефона Смартфона Сжимаем Андроид Ну В общем То На самом Деле Не смотрите Это Яндекс Браузер Скачать Все Можем Можно Скачать Все Что Угодно Другие Платформы Сюда Допустим Зашли Гитхаба Скачали Мак Windows Apple Image Source Код Все Работает Это Вас Научат И пользоваться Ачивками И В разделе Даунлоад Вы можете Включать Любой Эмулятор И самостоятельно Настроить Я пробегусь Практически По всем Эмуляторам Следующий Будет Retro Arch Но пока Мы возвращаемся К PlayStation 1 PlayStation 2 Потому что Прошлые Почему-то Гайды По Эмуляторам PlayStation 1 PlayStation 2 Люди Смотрят Мало И потом Спрашивают Меня Блин А как У меня Ничего Не Идет Как Настрой Ребята Смотреть Мой Канал Просто Заходите В раздел Видео Ищите Нужное Видео Все Настройки Зарегистрировались Включили Ачивки Погнали Дополнительные А дополнительные Я уже Рассказывал Вам Здесь Ничего Не Нужно Кроме Как Включить Запись Замена Текстур VRM Предварительная Загрузка Замена Текстур Set Dumped VRM Bright Alpha Channel И Разрешить Загрузку Без Файла SBI Это Вам Текстуры При Прохождении Определенных Игр И Поможет Вам Если Вы захотите Их Заменить Как Их Заменить Так Запустить Файл Station Выбрать Монтажа Посмотрите На Мои Видео Для Монтажа Итак Как Их Запустить Текстура Папка Если Вы Нашли Пак Текстур Скажем Для Динокризиса Второго Вы Сюда Эту Папку Перемещаете Для Первого Резидента Это Для Чего У Нас Вот Он По-моему Динокризис Нет Это Паразитив Ножди Ножди Паразитив Паразитив И Версия А Вот Иди Ночь А Это Динокризис Вот Вам И Улучшенные Текстуры Они Будут У Вас Вот Такие Вот В Самой Игре Все Вылизанные Вылизанные До Нельзя Вы Будете Видеть Не Какой-то Марио На Афоне Да А вот Такие Красивые Перерендеренные Текстуры Да Оплавлено Конечно Сильно Можно Померить Здесь Прямо Сейчас Поискать В Интернете Новые Текстуры Для Динокризис 2 Просто Их Кидаете Вот В эту Папку Выбираете Четыре Галочки Как я Вам Говорил Да В основных Настройках Дополнительных Здесь И Все И Просто Когда Вы Запустите Игру Вам Покажет Что Он Загружает Новый Текст Давайте Попробуем Это Сделать Вот Видите Релоадинг Реплейсмент И Вы Ждете Пока Он Заметен Для Того Чтобы У 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 Это Можно Сделать Не Во Всех Играх Это Есть Игры Которые Перегружены Под Завязку Как Не знаю Типа Тот же Второй Драйвер И тот же Саунд Хил Первый Или Crash Team Racing И так Далее Где Много 3D Моделей В чем Минус Каких Игр В них Нельзя Задампить Те Текстуры Только Какие Редкие Текстуры И Переделывать Их Смысла Нет Потому Что Они У Просто Все Равно Не Загрузится Просто Они Все Рано У Вас Не Будут Работать Либо Какие Текстуры У Вас Не Будут Скажем Дампиться Дампиться Это Зачать Скачиваться Когда Вы Проходите Игру У Автоматически Скачивать Ибо Заменяются Потом Вы Рендерите Их Без Какую Ни Программу Улучшаете Загер Закидывайте В папку Текстуры Так Как Я Показывал И Поиграете С Улучшенными Текстурами Это Для Тех Кто Хочет Заморочиться Я В Принципе И так Играю В Старые Игры Там Качество Более Чем Достойное У Любой Старой Игры Даже Если Вы Включаете Улучшение До Улучшения Если Включаете 2к Качество Да Даже Не 2к А 1080 Вообще Картинка Прекрасная В принципе Это Не особо Нужно Сейчас Загрузится Мы с вами Посмотрим И Я вам Объясню Тогда Пока Грузится Все Чего В настройках Мы По всем Этим Вкладкам Прошлись Здесь Есть Добавить Каталог С играми Отдельная Кнопка Вот Тут Просто Сюда Надо Задить Список Добавлять Добавить Каталог С играми Выбираете Папку В которой Вы Образы Сохраняете Либо Сканировать Новые Игры Можете Вообще Поставить На скан Весь Компьютер Но Это Будет Долго Не будем Ставить Пока Сканировать В игры Там Можно Пересканировать Их В папках Которые Вы Выбрали Либо Сканировать Новые Игры Если Вы Только Только Указали Папку Можно Указать Прям Диск С Или Указать Там Весь Компьютер Полностью Или Диск На котором Лежат Образы И Нажать Сканировать Новые Игры Но Это Будет Долго Загружаться Лучше В отдельную Какую Папку Поместите Выберите Заранее И Сканировать Далее Выбираем Язык Здесь Аж Орнуло В колонке Вот Видите Когда У нас Проигрался Ролик А Когда У нас Ролик Проигрался У нас Текстуры Были Очень Очень Кубические Скажем Так Сейчас Вы даже Увидите Сколько Кубиков Какая И Детализированная Картинка А теперь У нас Стало Вдруг Детализированы Прекрасно Все Выглядит Текстуры Вообще Высшем Уровне Так Что мы Делаем Нам Нужно Ставим На паузу Так Язык Выбираем Естественно Русский Кто хочет Выбрать Кто-то Меня смотрит Я знаю Что кто-то Меня смотрит Из Германии Кто-то Смотрит Меня из Америки Пожалуйста English Deutsch Все есть Тема У меня Стоит Тема Эмулятора Это Просто Окантовка Dark Fusion Можно Поставить Dark Fusion Синий Вообще Ага Можно Вот такой Синенький Поставить Да Dark Style Можно Просто Fusion Делай Как Виндовсе Default Можно Темы Позагружать Просто Поискать Темы Для Докстейшена Вот этого Вполне Достаточно Ты же Играть Сюда Пиши А не Смотреть На Окантовку Далее Я Обещал Помощь С Читами Можно Поставить Посмотре Головка Разработчик Совместимость Можно Поставить Сетка Игр Да То есть Беками Можно Поставить Список Игр Лучше Список Игр Вы будете Видеть Какой Регион Какой Биос Вам Надо Поставить Да Если У вас Нет Необходимых Биосов Как У меня Например Если Вы Мою Сборку Скачали То Они У вас Будут Соответственно Увидеть Какого Года Игра И так Далее Все Просто Заблокировать Панель Инструментов Это Не Ставим Вообще Показать Заголовки Вид Сетки Панель Инструментов Панель Статус Панель Инструментов Если Вы Убираете Вам Давай Дорогуша Да Можно Вот Так Выбирать Поэтому Ребят Вам Будет Просто Неудобно Если Вы Уберете Панель Инструментов Извиняюсь У меня Небольшой Насморк Так Утилиты Менеджер Читов Вот Что Нам Нужно Самое Интересное Менеджер Читов Открываем Уверен Что Ходи Продолжить Да Конечно Хотим Продолжить И Видите Здесь Он Открывает Нам Абсолютно Все Четы Саплайс Реджина Да То есть Для Главной Героини В Каждом Слоте Что Мы Положим Макс И Там Бокс То есть Наполнить Ящик Это Не Стоит И Здесь Есть Все Бесконечное ХП Все Карты Все Оружие Все Предметы Увидеть Первую Концовку Нажмите Select С этим Читом Все И Увидите Сразу Сцену Пожалуйста Можно Посмотреть Все Концовки Фурбо Регину Сделать Сохранение Везде L1 L2 Сажимаете Как я Вам Говорил В настройках Настраивайте Контроллер Что у Вас Будет Место L1 L2 Какой Бо У вас Не Был Контроллер Для Xbox Для Xbox RBLB Да А вы Здесь Поставите L1 L2 Вот Здесь Спокойненько Поставите Эту Галочку Сажимаете L1 L2 С одной Стороны И все Сохраняетесь Автоматически Мини Регина Ганская Регина Дополнительное Оружие Ну не оружие Дополнительное Амуниции И предметы Активировать Смену Костюмов Активировать Экстра Миссии Все Тут Все Есть То же Самое В других Играх Когда Вы будете Загружать Любую Другую Игру Например Сбросим Выключим И мы Загружаем Действуется У нас Илона Задар Просто На двух Дисках И грузится Достаточно Долго Элона Задарк Заставка У него Мы можем перемотать Пожалуйста Все перематываем Как я вам говорил Да помните Ускорение Массачусус Октябрь Убираем Эдика Отдельная Заставка Очень Пежеловесная Игра Для Плейстейшн Первый Прям Невероятно Пежеловесная Очень Тяжело Загружается И Если вам Сложно Ее Проходить Пожалуйста Менеджер Читов Да Здесь Мало Читов Но Бесконечное Оружие Бесконечное ХП Бесконечные Патроны Для револьвера Можно сделать Чтобы Хотя бы Хоть чуть-чуть Облегчить Себе жизнь Вот здесь Все Применяете Единственное Что вы Не сможете Тогда Ачивки Дополнительное Достижение Да Если вы Включили Читы Вы не сможете Пользоваться Ачивками Поэтому Ребят Смотрите Что вам Более По душе Хотите Ли вы Читрить Или Хотите Ли вы Ачивки Выбивать Я Показал Как Все Это Делать Как Зарегистрироваться На Ретро Ачивменте Как Скачать Новую Версию С Гитхаба Да Пользуйтесь На здоровье Если хотите Больше информации Обязательно Подпишитесь На канал И обязательно Поставьте лайк Этому видео Потому что Информация Любит Когда ее Распространяют Вот И чем больше Будет откликов Чем больше Будет вопросов Если вам Что-то непонятно Тем больше Мы с вами Будем Разбирать Эмуляторов И разбирать Иг Читы Кстати Можно даже Да На панель Включить Очень удобно В принципе Все Если я Что-то Упустил Либо Если что-то Было Непонятно Так как Некоторые вещи Я объяснял Достаточно Емко Очень много Добавлял От себя Очень много Добавлял Объяснений По каждому Пункту Если вы Запутались И устали Меня слушать Спросите Всем Хорошей игры Приятного Настроения Увидимся PlayStation